ПЕСНЯ 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 Уже нет боли, а вдыхаешь ты сигарет, сигарет Где твоя любовь, поешь и в тебе, окей Но такой, как я, больше нет, больше нет С ней ты все сможешь понять, но теперь у меня Хармония Я укрываюсь снова с теплым ветом Мы с ним на потолке считают звезды А ты на тусе убиваешь гнев И убиваешь все, что слишком поздно Произносит мое имя нежно Смотрят в глаза, они на пол прихожей Тебя на час идут от неиспечности И будет запаха моей кожи Хармония У тебя все окей, все как ты хочешь, гармония У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия Жизнь путали тысты, бесконечный процесс Без скроллях, каждую ночь сумма новая Но на утро опять свайп Литр за литром пескань, воду и тиндеры в этом весь кань Кого хочу обмануть, это все не мое Тебе или не знань У тебя эйфория и радость У меня уныне реальность Ты сжигаешь то, что осталось Я прощаю, прощаю Хармония Я укрываю сто восемь летом Мы с ним на патолке считаем звезды А ты на тросе убиваешь гены И убиваешь все, что слишком поздно Он произносит мое имя нежно Смолкнет глаза и напокнут кожей Тебя на части рвёт от неизбежности И вот запахом моей кожи Хармония 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 Спасибо Спасибо Арти Красти Давайте поаплодируем этому прекрасному дуэту Ну что ж, ребята, я предлагаю вам стать нашими экспертами И помочь отобрать нам два новых свежих имени Для того, чтобы они своими треками Составляли вам конкуренцию в хит-парадах С удовольствием Не, ну правда, ну сколько можно Что не песня, то хит Ну да Прошу вас Поднимайтесь на нашу стену Добрый вечер, друзья Здравствуйте, дорогие телезрители На экраны вернулось самое масштабное народное вокальное шоу Ну-ка все вместе Вы только подумайте Уже 4 года мы даём шанс Всем желающим выйти на сцену Перед уже легендарной сотней экспертов И показать свой вокальный талант И любовь к песне Она же позволяет нам с легкостью собирать Самое масштабное жюри за всю историю вокальных проектов Аплодисменты нашим экспертам Как всегда здесь представлены поклонники и профессионалы всех существующих музыкальных жанров и направлений Певцы, преподаватели, авторы, композиторы и лауреаты музыкальных премий Уже 4 сезон они собираются по зову их бессменного лидера Сергея Лазарева Друзья, здравствуйте Привет сотня Как же я рад вернуться в этот вечно жужжащий музыкальный улей, друзья Я надеюсь, что вы также соскучились и готовы работать как пчёлки Так давайте же начинать И пусть в наши уши польются сладкие голоса конкурсантов Четвёртый сезон будет длиннее предыдущих Мы добавили в него ещё два полуфинала Остальные правила не поменялись Каждый выпуск на эту сцену выходит 8 вокалистов со своими хитами Если эксперту нравится выступление, он просто нажимает на кнопку, встаёт и подпевает конкурсанту Сколько человек нажмут на кнопки, столько баллов и получает участник Лучшие попадают в тройку лидеров, но только двое из них пройдут в полуфиналы Там-то мы и отберём финалистов, которые поборются за победу в сезоне и крупный денежный приз А также от нашего информационного партнёра радиостанции «Новое радио» Победитель получит сертификат на создание оригинального сингла И ротации его в эфире «Нового радио», где звучат только суперхиты и суперновинки Первый участник сегодняшнего отбора уже готовится выйти на сцену Чтобы заставить подпевать себе как можно больше экспертов Мы начинаем! Ну-ка, все вместе! Привет! Привет! Здравствуйте! Здравствуйте! Привет, Зевиль, как дела? Хорошо Как ощущения перед стеной выступления? Очень масштабно Очень масштабно И чувствуется прям энергия Ну вообще, я хочу сказать, мне звонили из Курска Родственники говорят, вся молодёжь подписывается на «А ну-ка, все вместе» Говорят, подсели, подсели, подсели Ну потому что на самом деле очень искренне Сергей, я вообще часто набираю сотни? Сотни набирают, но за сезон, думаю, раза 4-5 набирают Вообще не часто Да, не часто Меня зовут Ксения Буга, мне 27 лет, и я из города Балашито Я, кстати, тот ребёнок, который не пришёл в музыку там в 3 года Потому что есть зачастую детки, которых отводят прям совсем крошечками Я пришла к этому достаточно в позднем возрасте То есть если говорить про профессиональное обучение вокалом Это произошло только в 17 лет Когда ты выпускаешься из училища, думаешь, ну всё, сейчас шоу-бизнес Он будет моим Но ты понимаешь, что это такой путь, который состоит из множества мелких шагов И это то падение, то взлёт Поэтому путь музыканта не очень лёгкий Ух ты ж Ух ты Ну что? Нига себе У нас сейчас рок будет по программе Рок? Точно Девчонка открывает наш шоу Рок споёт Супер Она какая-то необычная, скажи, девчонка плохиш такая, знаешь Да, ещё булавки, металл добавляется Прикольно, прикольно Всем привет, меня зовут Ксения Буга, мне 27 лет, я из города Балашито Достойна Достойна без лишних слов Я люблю когда-то без лишних слов Как думаешь, в каком жанре будет петь? Ну, судя по куртке, будет что-то из Александра Малинина, мне кажется Мы стали реже видеться Мы стали больше ссориться Надея всё наладится Когда мы успокоимся А ты мне нравишься А ты краснеешь, когда снишься И ещё послись, пожалуйста Ты так даже симпатичней Ты горишь, как огонья У меня огонья Это любовь и не эта паранойя Ла-лё-лё-лё Ты горишь, как огонь Это мне в тебе и нравится Да И в целом ты мне очень нравишься Красотка Круто вообще не обидно Я хочу тебя поцеловать Когда ты не кусаешься Ну, кто-то угран Ты знаешь, что никто Ты знаешь, кто-то угран Ты знаешь, что никто Ты горишь, как огонья У меня огонья Это любовь или это паранойя Ты горишь, как огонья Ты горишь, как огонья У меня огонья Это любовь и не эта паранойя Ты горишь, как огонья Ты горишь, как огонья У меня огонья Это любовь и не эта паранойя Ты горишь, как огонья Как огонья У меня огонья Это любовь и не эта паранойя Ты горишь, как огонья ооо-оо Аплодисменты 85 баллов Это шикарный результат в самом начале Я не знаю, что творится на стене Мне кажется, это паранойя Такая невероятная энергия Что ж, а я тут стою около популярной очень блогерши, певицы, я знаю. Мия Бойко. Ну что, Мичка, во-первых, поздравляю тебя с твоим новым цветом волос. А он всегда, это мой натуральный, я просто вернула на натуральный цвет волос. Ну, как тебе выступление, Ксюша? Очень понравилось, и для меня было важно услышать песню, которую я знаю. Ну что, это песня «Слава Марлоу», я когда тоже перепевал эту песню. Очень крутой трек, и вообще версия невероятная. Круто, когда люди исполняют по-своему, потому что часто кавер исполняют, а он звучит точно так же. Ты исполнила по-своему, супер. Спасибо. Иду дальше по ряду. Наши потрясающие Анжелики Алферовой, ты же чувствуешь, да, что есть потенциал? Коленька, спасибо. На самом деле, когда ты 20 с лишним лет занимаешься джазом и попадаешь в подобный проект, есть определенный отклик, и на самом деле ты здорово это сделал, и видно, что ты фирменную музыку, совершенно другую музыку споешь потрясающе. Это слышно, ты понимаешь, у тебя все выстроено, с учетом того, что это волнение, что ты была первая. Я абсолютно четко понимаю, что если ты, например, поменяешь репертуар, ты будешь роскошной. Это то, что я могу увидеть, Коленька. Да, а сейчас у нас потрясающая Арина Ростовская. Боже мой, вообще, как она шикарно выглядит. И, кстати, Ариночка, я знаю, вы же пародируете. У вас есть репертуаре песня «Слава Марлоу»? Вы пародируете «Славу Марлоу»? «Славу Марлоу» нет, но я исполняла его песню в прочтении других известных исполнителей. Я хочу сказать, что мне очень понравилось. А покажите. Сейчас все за вас болеют. И мне кажется, у вас очень классное прочтение. То есть вы трек, который сам по себе, он, ну, давайте будем честны, он не супер мелодичный. Там все такое немножко крикливое. А вы это сделали музыкальным. Я хочу сказать, что вы молодец. И что вообще молодые артисты, они классные. И современные песни, они могут быть качественными, они могут быть музыкальными. И они могут быть абсолютно драйвовыми. Да. Ну, а теперь слово нашим гостям. Артем, Севиль, как вам выступление? Здравствуйте еще раз. Невероятно приятно здесь находиться. Хотелось выразить огромную вам благодарность. И хочу вас поздравить с классным выступлением, с отличным номером. Мы здесь все вас поддерживаем. Это очень важный шаг для любого артиста. Ваши самые честные эмоции. Это было потрясающе. Присоединяемся и еще раз поздравляем вас. Да, вот сейчас, я думаю, Артем смотрит Ксению на вас и думает, как жалко, что он Севиль пригласил. Я думаю, что он так не думает. Спасибо. О, а между вами что-то другое появилось в группе? Сергей Лазарев. Мы теперь сообразим на троих. Ну, можно. Почему нет? Это тоже бывает. На самом деле, от себя хотел бы добавить то, что мне именно понравилось. И помимо всего этого драйва, крутого вокала, мне понравилось то, что в одной композиции было задействовано несколько разных стилей и жанров. Вот такая она разнообразная получилась, что, ну, это, на мой взгляд, не так просто все это совместить и сделать. Чувствуется образование музыкальное. А это круто. Сергей, я вижу, что у тебя желтый кран за спиной, и ты встал один из последних. Да, я прям, вот сразу, ребята, по-моему, видно, что соскучились вы. Прям подорвались. Вообще, было очень здорово, классно и фальшиво. Прям, прям, ну, не чуть-чуть, давайте честно говоря. Но здесь все-таки был невероятный задор, драйв, и вы начали очень классно. Вот там мне показался тембр более интересным, потому что потом вы все, в принципе, прокричали. Ну, так все очень было на таких нарезких нотах, и все было в одну дуду чуть-чуть. И, может быть, эмоции захлестнули вас, вполне возможно. Но, тем не менее, все равно, правда, вы получали удовольствие. Не было испуганного взгляда. А когда вы начали просто так вот кайфовать, трясти волосами, я понял, что у вас все отлично. И решил вас поддержать. Но с нотами чуть аккуратнее, ладно? Ну, судя по баллам, 85 баллов. Может быть, кстати, Ксения окажется у нас в полуфинале. Так что, я думаю, время покажет Ксения. Вам аплодисменты и занимайте первое место в тройке лидеров. Ксения, для первого участника это очень хорошо. Хорошо, я хочу сказать. Ну, я понимаю, что это немножко авансом, да, Сергей? Да, я думаю, что немножко авансом. Я думаю, что нас ждут еще более яркие откровения сегодня. Я в этом уверен. Ксюше удалось набрать 85 экспертных голосов. Отличное огненное начало. А как полыхнет дальше, неизвестно даже мне. Потому что вы на самом жарком вокальном шоу. Ну-ка, все вместе, мы продолжаем. Я за Ксюшу рад, что она 85 голосов набрала. Я, конечно, это в секрете держу, но я хочу сказать, что Ксюша, она выпускница нашего колледжа. Да ты что? Где я являюсь заведующим отдела эстрадной пении. Да, я тебя, Сема. Она выпустилась, наверное, не обмануть бы мне, лет пять назад. И она продолжает дальше развивать свой вокал. Ой, какой хитрюга, слышишь? Да, ну я молчал. Слушайте, ну начало мощное. Я ее внешний вид, и все, и он молчит, ничего не говорит. Я такой рад вообще, что она так выступила хорошо. Ксюшка молодец. Молодец. Мне вот понравилась ее уверенность. Здесь вроде вот у Ксении все было в порядке, но я понимаю, что это, конечно, совсем не идеал. У меня кличка сволочь, поэтому я, да. Ужас какой. Ну, говорю, первые баллы были явно... Теперь придется за всех голосовать. Чтобы никого не обидеть. Вот, ты понимаешь? Здесь надо аккуратно бить, потому что иногда хочется сделать лучше, но ты реально сильным делаешь хуже. 85 голосов – это очень высокий результат для первого участника. Остальным исполнителям придется здорово постараться, чтобы составить Ксюше конкуренцию. Ну что ж, ждем следующего участника. Здравствуйте, меня зовут Егор Блинов, мне 16 лет, и я из Саратова. Я начал заниматься музыкой с самого раннего детства. По-моему, мне было три года. Я уже пел песни, частушки народные. Мне очень нравилось это делать, потому что и родители говорили, что вот, растет будущий певец. Мой первый конкурс был в моем родном городе. Я помню это. Я выступал в такой шляпе. Мне было шесть лет. Семь. Семь мне лет было. И я пел песню «Жил да был, бра добрей, на земле не найти добрей». В школе у меня были поклонники. Это и учителя, и одноклассники. Сейчас у меня тоже много фанаток. Но просто я давно не участвовал в каких-то конкурсах, и поэтому сейчас как-то все затихло. И я думаю, что после «Ну-ка все вместе» я стану снова на виду. У меня всегда волнение возникает, когда я нахожусь перед сценой. Но когда я поднимаюсь по ступеням на сцену, волнение пропадает, и я получаю только огромный адреналин и удовольствие от процесса. А вот и новый человек, новый артист. Но это точно будет не русская народная песня. Меня зовут Егор Блинов, мне шестнадцать, и я из Саратова. Ой, шестнадцать! Вырос хорошо. Я очень рад сегодня находиться перед вами, и сейчас хочу исполнить музыку моего сердца. Лук. Мне нравится одежда. Выглядит, да, хорошо. Выглядит отлично. Свежо. Свежо. В шестнадцать лет я бы волновался вообще, оказавшись на такой сцене. Давай, Блинов, я в тебя верю. Шестнадцать лет из Саратова, у тебя все получится. Весь Саратов в тебя верит. Лирическое что-то будет, мне кажется. Все как будто шло своим путем, медленно и верно. Успех в делах, семья и дом лечили раненые нервы, не будили звездные дожди моего воображения, и превратились в виражи, в плавное скольжение. Скажи, откуда ты взялась? Тембр красивый. Моя нечаянная радость и своевременная страсть. Горькая сладость, нарушив мой земной покой. Ты от какой отбил и стай? И что мне делать с тобой такой? Я не знаю. А как это красиво! Вздрогнул, как от выстрела мой дом, стены закачало, когда в окно твоим крылом счастье постучало. Понимал ли дом, что он теперь, для меня стал тесен, оставив мне закрытый дверь, и окон не зависит. Да я бы мог, конечно, отпустить тебя, но это не поможет чужому горе убить, простить. Меня мой дом уже не сможет, расстаться можно и любя. Боль рассосется понемногу, но только обманув себя, мы обмануть не сможем Бога. Скажи, откуда ты взялась? О, нарушив мой земной покой, ты от какой отбил и стай? И что мне делать с тобой такой? Я не знаю. Прикольно, прикольно. Я заслушалась и забыла, что мы начинали. Подожди, не забывай. Я не знаю. 77 баллов. Егор Блинов. Ну, конечно же, с песни Талькова в 16 лет это большой риск. Сережа, я видел, как ты прямо скрупулезно смотрел, вслушался в каждую ноту, и сразу хочу дать тебе слово. Да, спасибо огромное, Коля. Егор, это было так честно. Абсолютно честно. Это было очень искренне, это было скромно в меру. Даже дрожь в голосе, которая была, она сыграла в плюс этой песни, в плюс. И с каждой секундой все больше и больше хотелось тебя слушать. Вот Севиль вообще говорит, ой, я заслушалась, чуть не забыла нажать на кнопку. Это действительно так. И самое главное, это очень было чисто душевно. Вот не знаю. Ты скромный, немножко деревянненький такой. Спасибо большое. Но в этой деревянности твоей все равно тоже какая-то есть милота, и для меня прям все свершилось. Ты вообще мастер комплиментов. Скромненький, деревянненький. Но все получилось. Прими это как комплимент. Я жутко был угловатый в 16 лет. Я помню свои конкурсы в 16 лет. Ну, значит, был. Нет, скромность украшает, безусловно. Мне безумно понравилось твое выступление. Спасибо огромное. Но не все прочувствовали эту песню, как Сергей Лазарев. Рядом со мной сидит Ирина Ортман на красном экране. Ирочка, что вам не понравилось? Честность и верху? Все мы разные, и все мы чувствуем тоже по-разному. Для меня эта песня особенно дорога. И память об Игоре Талькове, который эту песню пел изначально, она тоже для меня очень важная цена. Я не смогла отключить, наверное, свое восприятие оригинала. Безусловно, талантливый, ты очень парень. Я желаю тебе больших успехов. Но когда я услышала выбор песни, 16 лет, как-то у меня сразу не сложилось. И я сижу по этому. Ну что ж, Егора Блинова, нашего второго участника, пришла поддержать вся его семья. Поприветствуем. Егор, кто здесь? Представь всю семью. Итак, у меня тут мама, папа, мой педагог, моя крестная, моя тетя. Так ты уже можешь сольные концерты давать. У нас есть залы на 200 мест. Отлично. Давайте с мамой поговорим. Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Наталья. Наталья, скажите, пожалуйста, вы часто ходите на все выступления Егора, всей семьей, чтобы его поддерживать? Естественно. Это наш сын. Наша единственная опора и надежда. Поэтому мы всегда его поддерживаем, потому что мы стараемся, чтобы его мечты воплощались в жизнь. Ну, прекрасно. А это сестры, да? Сестра и педагог, да? Это педагог Егора. Это моя подруга и педагог. А, это твоя подруга? Ла-ла-ла. А давайте учительнице дадим микрофон. Как учительницу зовут? Здравствуйте, меня зовут Анна. Анна, вы где преподаете? В Саратове, у себя, в своей студии. А, в своей студии, отлично. Как давно Егор занимается у вас? Так, ну, он пришел ко мне, когда ему было 10 лет. А вам сколько было? 10? Ну, это очень нескромный вопрос с вашей стороны. Нет, просто смотрю на вас так подыскать, что такое мне ощущение, что вам 21. Мне 28. А, ну вот видите, я где-то рядом был. Отлично. А мы сейчас вот спросим Этери, она тоже как педагог. Вот, что, Этери, вы посоветуете педагогу как педагог? Над чем надо работать? И как вообще Егору дорасти до Талькова? Я, до Талькова дорасти, наверное, никому не удастся. Я преклоняюсь перед вами, перед педагогом Егору. В 77, в принципе, это очень хороший результат, потому что ты такой еще юный, тебе надо пожить. Меня спрашивают, когда чего не хватает исполнителю? Количество прожитых лет. Анна Евгеньевна, вам низкий поклон и продолжайте делать то, что вы делаете. В Саратове, спасибо большое. Спасибо, Этери. Артик. На самом деле, я встал, как вы видели, чуть-чуть попозже, потому что у меня немного не сошлось, да, то, что молодой парень стильно выглядит и поет такую взрослую песню, глубокую, со смыслом. Поэтому я бы хотел такое, наверное, продюсерское наставление дать, что все-таки нужно быть в своем времени, скажем так. Нужно чуть-чуть быть свежее. Выглядишь свежо, нужно быть и в музыке чуть-чуть свежее. Но твой голос прям до мурашек. Спасибо большое за совет. Ну что ж, Егор, поздравляю, у тебя 77 голосов. И ты можешь пройти и занять второе место в тройке лидеров. Браво. В тройке лидеров уже два участника. Кстати, только двое исполнителей из сегодняшнего тура выйдут в следующий раунд. В полуфиналы. Будут это Егор или Ксюша, или кто-то из тех, кто споет после них, узнаем очень скоро. Давайте продолжать. Ну-ка, все вместе! Ты еще ни разу не встал. Что должно произойти, чтобы ты нажал на кнопку? Да я не знаю, но что-то интересное должно произойти. Егор замечательный, семья у него классная. Но он плохо контролирует голос. Ну, тут не позавидуешь, на самом деле. Да, а петь Талькова, это вообще гиблое дело. Ну, если он пройдет полуфинал, он споет, может быть, что-то совсем другое. Это будет очень интересно. Мне кажется, он не очень хорошо двигается. Как он стоял, и как он шаг туда, и шаг сюда сделал. Ну, не знаю. Ну, то есть надо на дискотеке ему ходить такой, потусить, потусить надо мальчишке. Мне кажется, сейчас должна прийти какая-нибудь девочка и проникновенное что-нибудь спеть. Такое, чтобы прям вот ты потек и первый встал. Я бы очень хотел. Всем привет, меня зовут Лилия Вельтман, мне 28 лет, и я из города Арзамас в Нижегородской области. Население города Арзамаса приблизительно 150 тысяч человек. Я решила переехать, будучи еще подрастающей девочкой, потому что я первый раз ездила в Москву на вокальный конкурс. Мне было, наверное, где-то 10 или 12 лет. И я стояла на большой сцене. В тот самый момент я поняла, для чего я родилась и куда я пойду дальше. И та жизнь, которая у меня есть сейчас, это реализация мечты маленькой девочки. А, о, девушка. Опа, интересная. С сегодняшним выступлением я, конечно, хочу попасть в самое сердечко. Чтобы через ту песню, которую я сегодня исполняю, я хочу передать все, что есть внутри. Какая эффектная, красивая девушка. Здравствуйте, меня зовут Лилия Вельтман, мне 28 лет. И я хочу для вас спеть песню, которая для меня праздник, которым я хочу поделиться сегодня с вами. Ну, наконец-то праздник на сцене, боже мой. Так, ну стиль окей. Вот она сейчас расслопит свое сердце. Вот для нее выход на сцену, это праздник в любом случае. Видно, что уважает зрителя, это вообще замечательно. Болин, все, я весь в мурашках, дрожься. Расследуют велось у меня. Я celeligрую. Расследует... Я colleague, все, у меня ... Я начал уже в мурашка, дрожься. Я целюсь, у меня. Я пока В Engineer. Яayerل, я все, у меня. Я. Субтитры сделал DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 МОЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Почему я нахожусь на первом ряду, спросят сейчас наши зрители. Рядом со мной заслуженный артист Российской Федерации Андрей Биль. Я узнал, что именно ты был преподавателем Лилии. Это правда? Это правда. Мы прошли с ней, начиная с ее 15-летнего возраста, большой путь. Мы были за границей. И я счастлив, что сегодня она здесь. И мне кажется, это было замечательно. Ну, когда ты ее увидел, какие были эмоции? Ты понимал, что сейчас будет круто, да? Надо сказать, что я оторопел, честно говоря. Во-вторых, мне кажется, как только она запела, каждый захотел встать. Ну, как я чувствовал. Ну, она вначале нас обманула, так немножко фальшивила, а потом? Не знаю, там, где мы сидим, фальши не слышно. Ах, какие вы! А я вот хочу поговорить с джазовой певицей. Мила Сваровская. Боже мой, вот я вижу. Агат, а это? Тоже Агат. Сразу видно, что вы были в лонг-листе на Грэмми. Да. Рассказывайте, как вам исполнение? Ну, вы знаете, я, во-первых, хочу сказать, что голос, конечно, у нашей участницы потрясающий. Очень сильный. Очень красивый. И тесситурно очень схож с Уитни. Я все-таки встала, потому что сама энергетика ваша, но она потрясающая. Потрясающая, и есть большое количество нюансов, но здесь захотелось спеть вместе. Ну, хорошо, я буду спрашивать дальше. Арсений. А! Бывший солист группы Челси. Группы всех групп. Как группа распалась, так и сидит. А-а-а. Один из двух экспертов, которые не понялись. Арсений. Вот вы знаете, во-первых, добрый вечер всем. Я безумно счастлив быть здесь сегодня и безумно рад всех видеть. И хотелось бы сразу задать очень важный вопрос, который определит вектор нашей телепередачи, замечательный, в последующем. Вот смотрите, у нас сейчас третий участник уже, да, выступает. Давайте сразу определимся, мы говорим про правду, про то, что человек фальшиво поет или нет? Конечно. Говорим. Мы говорим, но голосуем, как будто нет. Да, да, да. Я вот на это и хочу обратить внимание, потому что я напоминаю, что люди сейчас смотрят нас по телевизору, и они просто не понимают, что происходит. Выходит человек, поет фальшиво, а ему все распинаются в любви, и в итоге происходит какая-то ерунда. Понимаете, о чем я? Ну, послушай, в любом случае, когда первый раз выходишь на сцену, особенно видишь ваши лица... Да нет, никакого первого раза. Есть вот эти две минуты, которые у каждого участника есть на сцене, здесь и сейчас. Хватит уповать на то, что это первый участник. Ой, то есть ты фальшиво не пел, да? Я пел, и меня наказывали за это, я вот о чем. Я еще раз повторюсь, все три участника пели фальшиво, включая этого. Это живой человек, это не компьютер. Вначале вы говорите, что это... Это важно. Так давайте, подождите, стоп, стоп, подождите, стоп, стоп. Я вот сейчас и задаю вопрос, это важно или это не важно? А на этом мы попросим ответить лидера сотни Сергея Лазарева. На мой взгляд, это безусловно важно, безусловно важно. Артист, выходящий на сцену на конкурсе, все-таки должен петь. Только нужна была эта фраза сейчас от тебя. Дальше ты продолжишь потом. Это важно. Арсений, продолжайте. Спасибо. Так вот, если это важно, то тогда что мы будем делать дальше? Вот сейчас пойдут дальше участники. Вот сейчас мы наголосовали уже здесь 98, 77, 85. Сейчас выйдет талантливый какой-нибудь человек, и который споет хорошо, интересно и так далее. Он просто вылетит, понимаете? Будет 100, в чем проблема? Подождите. И вот эти все истории с авансами, с ипотеками, с кредитами, мы договаривались, что мы не делаем этого. Зачем ты рассказываешь все, что у Сергея сейчас наболевшее? Нет, ну понимаете, а что? Потому что, в конце концов, ну так просто нечестно получается. Лилия, вы понимаете, я сейчас не только про разговор. Ну смотри, можно я тоже сразу, Арсений? Смотри, при всем при этом мы понимаем, что у нас есть как раз те два балла. Ура, скандал! 100 баллов, это супер, когда спела вообще, или артист спел безукоризненно. Вот эти два балла будут. Кто споет на 100, на первое место сядет. Кто споет на 99, будет на втором месте. А между вторым и третьим местом у нас всегда есть батл. Поэтому мы еще успеем пожурить их. Я думаю, что, когда я взял слово, я скажу. Да, безусловно, у меня тоже было есть к чему придраться в вашем выступлении. Для меня было очень много открытого звука. Особенно на куплетах, как мне показалось, очень много такого вжеваного звука было. Да, были проблемы по вокалу, но все-таки действительно эту песню достаточно сложно спеть. Так, чтобы всем понравилось. Вы абсолютно на своем месте на сцене. Удачи вам! Я вас поздравляю. У вас 98 баллов. И вы занимаете первое место в тройке лидеров. Браво! Ну что ж, лидеры могут уже познакомиться друг с другом. Но насколько скоротечным будет это знакомство, зависит уже не от них. Любой вокалист, который наберет больше 77 голосов, тут же изменит ситуацию и отправит кого-то домой. Началась борьба на вылет. Шоу «Ну-ка все вместе» продолжается! Эта девочка бесспорная звездочка. Я бы очень хотела еще посмотреть Лилю. Она, мне кажется, такая многогранная. В том случае, если кто-то наберет 99, мы все посмотрим, Лиля. Я думаю, сегодня 99 баллов никто не наберет. Не будет уже, не перепоют ее. А мне почему-то кажется, что сегодня будет что-то вау еще. Здравствуйте, меня зовут Егор Калинин, мне 23 года. Я из Тюменской области, Илутровский район, село Зиново. Мама у меня воспитательница в детском саду, отец машинист ЦРЖД. Когда мне было 5 лет, родители купили караоке и пели постоянно. И моя первая песня была «Ты не семья река, за красные берега». Ну, ну, что-то такое. Возможности не было ездить в музыкальную школу. Но когда я уже вырос, в восьмом классе самостоятельно ездил в город, занимался, за три месяца обучился и поступил в колледж. Полгода назад я вернулся из армии, и у меня случилась любовная трагедия. Сегодняшнюю песню я посвящаю своей несчастной любви. Смотрите! Ты видишь, все сказали, интервировать надо чисто. Да, солнечный мальчик. Какой у него классный пиджак. Здравствуйте, меня зовут Егор Галинин. Мне 23 года, я из Тюменской области. И сейчас прозвучит минутка ностальгии. Нет, нет, пожалуйста. Нет, какой ностальгия? Главное, чтобы ностальгия была, Егор, точная по нотам. Потому что себя строго сейчас будут судить. Поэтому постарайся спеть все правильное и набери 78 баллов. Пиджак зачетный. Да. И вообще вид... Нет, молодежь у нас классная. Вот он волнуется прям. Я волнуюсь. Мы все волнуемся, Егор. Давай, давай. Давай, мальчик. Заставь нас вскочить. Красавчик. Это моя любимая. Руки вверх. Вечером теплым брожу один. Ой, похоже, кстати. Ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежный дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была бы не ты. Но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала на меня. Что же ты сделала? Слишком просто. Я ж тебя так любил, так любил. А теперь потерял тебя. А он тебя целует. Говорит, что любит. И ночами обнимает. Сердце прижимает. А я мучаюсь от боли. Со своей любовью фотографии в альбоме. А тебе напомнит. А он тебя целует. Говорит, что любит. И ночами обнимает. Сердце прижимает. А я мучаюсь от боли. Со своей любовью фотографии в альбоме. А тебе напомнит. А теперь... Я ее только от рукам могу воспринимать, эту песню. Вечером теплым гремит гроза. Снова вижу я вас вдвоем. Ты улыбаешься. В сторону я отможу глаза. Что же делаешь ты со мной? Зачем издеваешься? Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил. А теперь потерял тебя. А он тебя целует. Говорит, что любит. И ночами обнимает. Сердце прижимает. А я мучаюсь от боли. Со своей любовью фотографии в альбоме. А тебе напомнит. А он тебя целует. Говорит, что любит. И ночами обнимает. А я мучаюсь от боли. Со своей любовью фотографии в альбоме. Мне напомнит. А тебе... А тебе... А тебе... Ну, посмотрим, насколько Егор нацеловал. Всего 21 голос. Егор, вы когда родились? 1998 год. Месяц. Октябрь. Октябрь. Скорпион. А число? 30-е. 30-е. А я нахожусь рядом с поющим астрологом. Ольга Баштовая. Олечка, здравствуйте. Вы могли бы предугадать, что будет с Егором в ближайшее время? Да, большое будущее. У Егора, это я вам без астрологии скажу. Но, то, что он скорпион, это значит, что он тонко и глубоко чувствующий человек. Это было видно. Он расслабился, улетел. Меня лично его энергетика поразила, сразила, подняла. Я встала. Между прочим, скорпион это еще и сексуальность. Ага. То есть больше нет сексуальных знаков. Скорпион самый, пожалуй, сексуальный. Не знаю, а я весы, и никто не жаловался. Нужно посмотреть, может быть, у вас луна, скорпион. Спасибо большое, но я иду дальше. Я долго следил за твоим выступлением все эти три минуты и думал, что наш поющий стилист Виталий Пашенко все-таки будет отрываться под эту песню. Но что-то не понравилось по образу или что? Нет, Коль, по образу все окей, ярко. У меня такое впечатление, что елочную игрушку разбили и подобрали. Ну, есть такое, да. Слишком крупные стразы. Это не стразы, это стекла. Стеклышки, да. Хендмейд. Осторожнее поранитесь. Хендмейд. Окей. Вот все как у тебя? Нет, у меня не хендмейд. А что у тебя? Это магазин? Магазин. Ну, у тебя деньги есть, молодец. А почему реально ты такую песню выбрал? Вот очень хотелось узнать, потому что мы здесь с Лялей вот как бы спорили. Почему эту песню... А? Да, вот я люблю, обожаю этот голос. Ляля всегда говорит так сексуально сипло. Егор, добрый вечер. Здравствуйте. Вот я так и не поняла, почему вы выбрали эту песню и почему вы поете все время в нос? Ну, в рот, наверное, для начала. Я не знал, я не знал, что для начала надо петь в рот. Открывай. А, он тебя целует, говорит, кто любит. Юмор всегда во всем. В сексе тоже надо подходить с юмором. Не получилось, похоротали и баеньки. О, Коля. Представляю, что у тебя там по ночам какой хохот стоит. Егор, а теперь давайте все-таки по сути. Не все так было плохо на 21 балл, но если говорить серьезно. Бывало в нашем шоу и хуже исполнение. У вас было такое стабильное корпоративное выступление. Да, вы неплохо двигаетесь. Поете вы тоже, в принципе, неплохо. То есть не могу сказать, что это ужасно 21 балл, что вы ужасно пели, прям вообще ни в одну ноту не попали. Это не так. У вас было, ну, неплохое выступление. Просто в сравнении с другими артистами, это просто чуть-чуть, ну, как-то из другой оперы, да. Чуть-чуть не сюда. Для вас, человек, который выступал только что на сцене, очень важный услышок, что это по существу. Но это не было так ужасно, что надо поставить на себе кресло и сказать, что больше никогда петь не буду. Продолжайте. Спасибо. Да, продолжайте и удачи вам в будущем. Ну что ж, Егор, наш аплодисмент, и мы прощаемся с вами. Спасибо огромное. Спасибо. А он тебя целует, эта песня группы «Руки вверх» поднимала стадионы. А у нас подняло только 21 эксперта. Впереди еще много неожиданных выступлений и поворотов. Потому что вы на самом непредсказуемом шоу телеканала «Россия». Ну-ка, все вместе! Слушай, меня прям раздражает в музыке. Это вот это вот зачерпывание из начала 2000-х, оно еще настолько близко, что ностальгировать по этому времени для меня как-то странно. А эта Святая Троица сейчас потирает руки уже, радуется, что Егор слился. А мне знаете, еще нравится, какая география у нас классная, да? Самара, Тюмень, тут Подмосковье. И везде вот эти вокальные школы, везде, в общем-то, педагоги работают. Молодцы! Меня зовут Мария Ермакова, мне 14 лет, и я из города Минска. Я в свои 14 лет уже довольно опытный артист. И передвижение из разных городов для меня уже не в новинку. Я участвовала в очень масштабных концертах, о которых юный артист даже не может и мечтать. Я езжу с своими родителями, с мамой, с папой. И меня очень поддерживают, и мне это очень помогает. Я не знаю, как бы я без них обходилась на всех этих концертах, конгрессах и проектах. Из Минска в Москву ехать около 8 часов. Я все это время пыталась терять учебе. Я в дороге учила физику. Больше мыслей были о проекте, поэтому я что-то читала, я что-то выучила, честно. Мой возраст на этом проекте, можно подумать, что это и плюс, и минус, но мне кажется, это просто как факт. Мне 14 лет, я буду соревноваться со взрослыми. Это просто интересно. Я уверена в своих силах, в своем выступлении. И если не быть уверенной, то зачем выходить на сцену? Ну вот, появляется следующий участник. Я вижу в луче силуэт. Юная принцесса, я бы сказал так. Скромная, милая девочка. Она про ромашки должна петь. Добрый вечер, уважаемые эксперты. Меня зовут Мария Ермакова, мне 14 лет. И я приехала к вам из города Минска. Сегодня я исполню безумно красивую песню, она мне очень нравится. Исполню я ее в новом звучании. Надеюсь, нам тоже очень понравится. 14 лет. Что можно в 14 лет спеть о жизни, о любви, о страсти? Я даже не представляю. Не хватает подачи. Ну подожди, она же еще не сподоела. Потому что сразу видно, молодая и зеленая. У меня дочь тоже 15 лет, господи, деточка. Когда приезжает в Беларусь к нам, это вечно слезы-выжималки. Они трогательные очень. Чистые, такие светлые. Голос, как ручей. И мы сейчас будем плакать. 14 лет. Чем может удивить? Господи, она боится, как? Хорошенькая такая. Где лучше из времен? Как красиво. Кажется, что оно только не здесь, не рядом мне. Мне лучше из имен трудно произнести. Очень волнуется. Трудно, но очень надо им. Я не могу принять эту свою судьбу, Если она с твоей не схожа. Я не могу отмять сердце твое утерть. Кто из тебя уже не сможет, я знаю только лучшее в тебе. Мне от любви не страшно задохнуться, но наяву живем мы не во сне. А я все не могу никак проснуться. Скажу, что люблю их навсегда. Пускай смешно, пусть надо мной смеются. Разберутся. Просыпаны созвездия города, и наши самолеты в небе разминутся. Ага-аааа, ага-аааа, ага-ааа, ага-ааааа, ага-аааа. Ага-аааа, скажу, люблю, и это навсегда. Пускай смешно быть с татом маль, смеются, Розыпаны созвездия города, и наши самолеты в небе развенутся. Я знаю, что лучше я в тебе Спасибо Ну давайте для начала посмотрим, сколько голосов набрала Мария Ермакова, 14 лет Ну конечно, я сейчас не знаю, как эксперты будут мне объяснять эти 83 голоса Понятно, что девочка очень юная, что в ней много трепетом Потому что, если говорить честно, она и не дотягивала до верха, позиция очень ходила Но было что-то невероятное, вот это какая-то просто магия вот этого юного создания Вот давайте я сначала спрошу Артика На самом деле мы тоже вот с Сергеем встали в самом-самом конце И было, да, вот это вот сомнение, сомнение боролось, да и нет внутри Но у меня несколько раз были мурашки, вот значит это да Поэтому мое да чисто за мурашки Спасибо Олег, ты все-таки работаешь с большими вокалистами И Сергей Лазарев, Анни Лорак И Алла Пугачева И Алла Пугачева Почему ты встал? Ох, вот для меня, как для автора, конечно, чрезвычайно важно Когда артист понимает то, о чем поет И в 14 лет, наверное, невозможно на своем эмоциональном жизненном опыте понимать, о чем эта песня Но интуитивно здесь это присутствовало Когда ты знаешь в человеке только лучшее И прощаешь его за все Но в 14 лет я всегда знал только лучшее в людях И я думаю, что мы просто почувствовали, вспомнили какие-то свои истории И это достучалось до наших глубин, до наших воспоминаний И сработали А вот Ольга Попкова, она сидит Олечка, скажите, мне вот как профессионалу очень интересует ваше мнение Но на самом деле я хочу сказать, что меня поразила ваша динамика Вообще динамика, к сожалению, сегодня не так часто пользуется И вы в своем возрасте сделали это очень интересно Единственное, конечно, что меня смутило Это ваше не очень точное начало И вы там вот наваляли, как я говорю, да Много чего не того, чего бы надо было Вы все время вот то хорошо, то не очень То хорошо, то не очень Последите, пожалуйста, за вашей интонацией Когда она у вас станет на место, у вас все будет просто замечательно Я желаю вам удачи Спасибо Мария, Мария, могу ли я с вами поговорить сейчас? Конечно Скажите мне, пожалуйста, что пошло не так? Что вы не сделали? Я понимаю, что мое исполнение могло не всем понравиться Оно было не идеальным Моя задача в этой песне стояла и вправду передать мои эмоции И мне кажется, в какие-то моменты они меня просто захлестят АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Но среди нас находится номинант на премию Грэмми Андрей Солот и такие запонки, которые ты показываешь на всю страну Все-таки мы бы хотели бы отдельно увидеть Андрюшу Очень красиво Сережа, видишь, какие запонки есть у людей? АПЛОДИСМЕНТЫ Но ради чего мы вообще, артисты, существуем? Ради того, чтобы выходить на сцену и творить невероятное волшебство И я благодарю за то, что сделали сейчас вы на этой сцене Запомните это и сохраните в себе навсегда АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое И в завершении я хочу передать слово Сергею Лазареву Я очень долго не вставал До последних, в общем-то, секунд Особенно после того, что вы там натворили в середине Просто улетели И прям это не чуть-чуть было, не полтончика Вы прям конкретно улетели И мне было обидно Потому что вы вначале очень долго создавали эту атмосферу А потом куда-то действительно, может быть, эмоции захлестнули И вы это все начали терять Но 14 лет, я это тоже понимаю Хотя, ну, скидку на возраст все-таки все равны Вы все должны понимать, что это соревнования Тем не менее, у вас действительно по-настоящему удалось вам создать Какую-то эту атмосферу, куда нас всех погрузили Я вас поддержал И я надеюсь, что вы не разочаруете ни меня, ни сотню Если вам придется петь в батле Я постараюсь, спасибо Ну что ж Прекрасная дискуссия Мария Ермакова Набирает 83 балла И мы рады приветствовать ее в тройке лидеров на третьем месте Также мы, к сожалению, прощаемся С Егором Блиновым Егор, спасибо большое Браво Нам не важно, есть ли у вас профессиональное образование Нам не важно, исполнилось ли вам 18 Если вы любите песню так же, как ее любим мы Наша сцена для вас открыта Вы смотрите самое народное вокальное шоу Ну-ка все вместе Лирика была Задор был Хочется что-то современное Интересно, дуэт будет? Наш информационный партнер радиостанция Новая Радио В эфире которого звучат только супер-хиты и супер-новинки От самых ярких и популярных исполнителей Следите за новостями нашего шоу Ну-ка все вместе в эфире Новая Радио Народного еще не было сегодня, кстати Да, кстати, или ретро Меня зовут Анастасия Сойко Мне 23 года Я из города Анапа и из города Бердска Я родилась в музыкальной семье И не то чтобы у меня был выбор Петь или не петь Поэтому я просто пошла по накатанной В детстве меня отдали в музыкальную школу По классу фортепиано Но, если честно, уроки я почти все пропускала Поэтому у меня нет никаких музыкальных навыков, кроме петь До недавнего времени я зарабатывала только тем, что была певицей в ресторане И начала я эту свою карьеру еще в 15 лет И за 8 лет, что я этим занималась Я очень-очень сильно из этого выросла И поняла, что мои отношения с музыкой Они на более высоком уровне И я не хочу зависеть от музыки Я не хочу на ней зарабатывать Я хочу ей заниматься Пока мне это приносит удовольствие Поэтому для материальной своей стороны Для своего заработка Я выбрала растяжку и преподавание Спортивных дисциплин К песне, которую я исполняю сегодня Я не отношусь серьезно Я хочу хорошо провести время По молодежной моде, да? Низкая девочка Так, я... ох Вау Всем привет Я Настя Привет, Настя Не волнуйся, у тебя все получится Я не знаю, как она сейчас поет Но она очень странная Но я надеюсь, что вам понравится Не буду ничего говорить А сколько лет ей примерно? Она ничего не сказала Она просто сказала, что меня зовут Настя А дальше сами все услышите Понятненько Это интрижка, как ты любишь, блин Ты сказал, люблю интриги Вот тебе интрига Ну давай, Настя Все участники сегодня сильно волнуются Прямо видно, мне передается Это нервное состояние Я им ничем не могу помочь, к сожалению Но так же нервничаю, как и они почему-то ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Анастасия Сойко набирает АПЛОДИСМЕНТЫ А-а-а! Ребята! 81 балл. Ну что ж, Арсений Бородин, ты встал впервые после шести выступлений. Ты сидел все время в красном квадрате. Это то, о чем я говорил сегодня. Да. Вот это то, о чем я сегодня говорил. Кто скажет, что эта девушка плохо выступила? Никто. И вот сейчас как мы должны зрителю в глаза потом смотреть после этого? А? Ну честно, а что делать? Ну она классно спела. Невероятно. Андрей, Андрей, а почему ты сидишь? Нет, дело в том, что для нас совершенно не было достаточно энергетики. Для нас не было объема, авертонального ряда. Ребят, я думаю, что для нас этого исполнения просто было недостаточно. А вот Екатерина Бродская на первом ряду все расслышала. Дайте микрофон. Катенька, что вам понравилось в этой исполнительнице? Мне показалось, какая-то у вас есть такая, знаете, изумительная естественность. Поэтому эта энергетика ваша, она достаточно естественна была всю песню. Спасибо большое, Катенька, спасибо. Вообще на 14 секунде Лазарев скачал. Ты хочешь спросить меня? Я хочу спросить. Действительно, я был в одном городе. В каком? Это была Анапа. Анапа. Что ты там делал? Подожди, это не так важно. Важно то, что я был в заведении, я там ужинал. И я услышал невероятный голос. И я сначала не понял, что это живое исполнение. Я услышал реально невероятное исполнение и невероятный голос. Я подумал сначала, что это какая-то пластинка играет. И вдруг я просто поворачиваю голову и вижу, что это поет Анастасия. Причем она сама себе все рулит по звуку, как ей удобно. И это было... Я не поверил своим ушам. Я говорю, это что, живьем? Это так живьем человек поет? Абсолютно разные репертуары. Это тот голос, на котором я просто вот так... Я заснял ее на телефон. Я подошел к Анастасии, говорю, Настя, у нас такое шоу есть. Ну-ка, все вместе. Я тебя умоляю, просто подай заявку и покажи себя. Потому что она может все петь. Она может петь все. И поэтому, когда я тебя сейчас увидел... Но! Это действительно такая филигранная, очень тонкая работа. И это действительно, может быть, не каждый может понять, но я в этом человеке вижу огромного профессионала, который в любом месте, на большой сцене, на маленькой сцене, всегда очень точен, очень профессионален. И действительно, вот ни к одной ноте придраться невозможно. И что самое главное, у тебя свой собственный стиль есть. Вот этот вот... Как-то у тебя голос, тембр. Все вкупе это ты. И ты понимаешь, ты какая-то странная. Ты тогда мне еще странная показалась. Ты не играешь в это. Ты вот такая, какая ты есть. Есть уникальная. Я безумно рад, что ты сегодня здесь. И я негодую от того, что ребята, которые все со вкусом, именно вот эту такую изюминку... Это было не пошло. Это было классно. Это было ювелирно. Я просто... Я не знаю, почему тебе не хватило этих двух голосов, чтобы хотя бы в батле сейчас быть. Ты знаешь, Настя, Анастасия, я знаю, что в конце сезона у нас всегда есть такая возможность, когда сотня, если проголосует, то она возвращает одного человека, который не проходит, возвращает вновь борьбу. Я очень надеюсь, что впечатление от вашего выступления сегодня такого классного, стильного, очень стильного, ювелирного, оно запомнится и всем нашим экспертам, и мы еще раз вернемся к вам, к вашей кандидатуре, для того, чтобы увидеть и услышать вас вновь. Но прежде, чем это случится, и дай бог, что это случится, можете что-нибудь спеть без музыки, Анастасия? Еще, пожалуйста. Спойте. Ай-яй-яй, это парадокс, параллельные реалии. Ай-яй-яй, чтобы я не нес, а выходит аномалия. Ай-яй-яй, то ли я дурак, то ли это не по правилам, ай-яй-яй, разум улетел, да неведомо, незнаемо. У нее есть свой собственный стиль, понимаете? Она музыкальная очень. И тембр, конечно. Стивиль, ну что вы скажете, какие у вас эмоции от этого исполнения? Здесь действительно, я соглашусь с Сергеем, вы личность. Вот эта вот стейдж-персон, она видна. У вас есть свой стиль, у вас есть свой вкус, у вас есть своя дерзость некая, такая обрамленная немного скромностью, но видно, что вы девушка с характером и с очень крутым, уникальным голосом. Это круто. Вы не оставляйте равнодушными. И несмотря на то, что так произошло, хочется действительно сказать, что вы никогда не знаете, где вас ожидает удача и успех. Будьте к нему готовы. Где тебя встретила удача? Я трудилась, работала, отыграла концерт, и меня заметил Артем. У тебя увидит вся страна. Я уверен, что это наша не последняя встреча. Но с результатом 81 голос мы прощаемся с Анастасией. Анастасия Сойко. Браво! Just the two of us. Только двое из нас. Все верно спела Анастасия. Только двое из них попадут в полуфинал. И наш следующий претендент уверен, что он точно будет в этой паре. Внимание на сцену. Супер-шоу. Ну-ка, все вместе мы продолжаем. Ну, обидная ситуация, конечно, мы сейчас наблюдали. Прямо сейчас такая большая обидно. Прямо обидно. Что нужно было 19 человеком? Ничего не хватало. Видишь, все-таки нужно фильтровать, да? Кому отдавать голос, кому не отдавать. Я не жалею, что я не встала. Я тоже не жалею. Я бы сейчас не встала. То есть наоборот. Конечно. Я бы не встала. Ну, это нельзя сравнить с девочкой, у которой девяносто. Ну, конечно. Конечно. Но чем и проект наш интересен? Что даже если наш лидер не влияет в значение. Вот мнение экспертов и все. Здравствуйте, меня зовут Самир Вишняков. Мне 31 год. Я из чудесного города Петрозаводска. Я выступаю на различных музыкальных площадках свадьбы и любые-любые торжества. Я, бывает, сам пишу и музыку, и текст. Но это крайне очень редко бывает. Потому что муза очень как-то нечасто ко мне приходит. Я никогда не занимался у педагогов по вокалу. То есть я создавал себя сам. То есть слушал разную музыку и что-то для себя впитывал. И вот на сегодняшний день у меня появилась какая-то своеобразная манера пения. Обидно, что у меня нет музыкального образования, потому что этого очень не хватает. Профессиональной концертной деятельности, даже скажем так. То есть это было бы огромным плюсом. И я бы себя лучше чувствовал, если бы я знал сальфеджио и нотную грамоту. Я не знаю, сегодня повлияет ли на мнение жюри то, что у меня нет музыкального образования. Но я попытаюсь донести это своим сердцем и душой через голос и через песню. Это что-то национальное, мне кажется. Мне кажется, будет что-то интересное. Это настоящий мужчина. Очень брутальный, да? Итальянец. Здравствуйте всем. Итальянец. Меня зовут Самир Вишняков. Я из прекрасного города Петрозаводск. Вообще, я не попала. Чуть-чуть ошиблась. Я безумно счастлива находиться на этой сцене. И надеюсь, что сейчас мы споем с вами все вместе. Ну просто и за вкусом, просто призвал встать всю сотню. Споем все вместе. Хотя ему вся сотня не нужна. Хотя бы 84 человека. Можно Хаван Агилу будет петь. Может быть, что-то национальное все-таки. То, что мне нравится, то, что я люблю. Но, во всяком случае, интересно. Уже заинтриговал. Уже интрига. Уже красиво. Уже. 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 И девочки, красотки, то ли кардиостимулятор сработал, вы так резко поднялись, что привлекло, что заставило подняться, горячее исполнение, этот прекрасный тембр на песню Игоря Суруханова. Ты будешь говорить или нам дашь? Я спрашиваю. Дело в том, что, во-первых, кардиостимуляторы на нас всех ломаются. Это говорится о нашем очень хорошем здоровье. Самир, вы знаете, вы очень отличаетесь здесь, конечно, от всех конкурсантов, которых до этого мы видели. И вот о ком можно сказать, вот о бешеной энергетике, так это вот именно ваше. Спасибо. Мы обязательно с вами сфотографируемся в конце. С радостью. Действительно, у вас что-то есть такое? Я не скажу, что я прям... Нет. Я только видел, так насешил их в черепахе. Я откровенно вот вам это сказала. Шло у меня вот далеко оттуда. Спасибо большое. Очень приятно. Спасибо. А я пойду сейчас туда, где... Может быть, ваши песни возьмут в ротацию горячую. Ведущий нового радио Вадим Данилин. Вадим, почему ты не встал? Что тебе не понравилось? Самир, во-первых, это красиво. Спасибо. У тебя потрясающий голос. Но, на мой взгляд, помимо точности, должна быть еще какая-то харизма и искорка, благодаря которой ты должен зацепить зрителя. Вот этого в тебе я не увидел. Есть чему стремиться, есть чему развиваться. Тогда точно приходи к нам на новое. Все будет шикарно. Вадим, у тебя такой красивый голос. Почему ты не поешь? Ты знаешь, если бы я пел, я бы умел все на свете. А я не хочу быть идеальным. Но не хочу просто. Вот. Как нескромно. А мне вот нравится то, что рядом с тобой сидит выдающаяся спортсменка. Светлана Мастеркова, ваша овация. Прежде всего, конечно, вы очень красивый мужчина. Я? Ты, безусловно, даже нет тех слов, глаголов, которые бы тебе описали. Мой дорогой. Глагол «Уйди». Но я не люблю, когда мной управляют и мне диктуют, что мне делать. Вы сказали, что сейчас будем все петь. И что-то так все громко было, шумно. Как-то все было очень громко. И мне эта песня не нравится. Вы мне нравитесь? Песня нет. Но вы действительно очень крутые. Но мне не нравится эта песня. А вот ты мой любимый хормейстер нашей стены. Боже, в каком ты платье сегодня? Ты поэтому не подошел сюда сверху? Я сверху решил на тебя смотреть. Как говорится, весь диапазон налицо. Да, спасибо. Дорогой Самир, вы знаете, очень важно, чтобы исполнитель пел душой. И чтобы это шло от души. Вот мне кажется, что вы сегодня пели для нас от души. Вот я почувствовала, что вы пели мне. Хотя у меня глаза голубые. Много сказано. Вы талант. Мы это увидели. Спасибо. Артем. Я встал, потому что это ноты моей души, эти мелизмы. Я на этом вырос. Я думаю, Самир цыган. И это цыганская душа. Все верно. Поэтому это прямо в сердце мое. А у тебя тоже цыганская душа? Душа? Именно душа, да. И жена? И жена, да. Я что-то себя поймал на мысль, что я какой-то добряк сегодня. По факту. Не буду так больше. За следующий выпуск буду прям сволочью, который будет прям... Я буду плохим. Плохим полицейским. Наконец-то давайте поаплодируем Сергею в том, что он признался. Да. Самир, не мог отделаться от ощущения, все выступление, что мне скучно. Вот, простите меня за это. Вы хорошо поете. Это мне понятно. Но для меня этого мало. Очень ровно, скучно, хорошо. Скажите, есть у вас какое-то образование музыкальное? Нет, к сожалению, нет. То есть вы просто такой самоучка? Да. Он гений самоучка. Человек из народа. Ну, тогда в таком случае эти аплодисменты вам. И спасибо, что подняли нам настроение. Спасибо большое. Спасибо. Ну что ж. Спасибо. Самир, 63 голоса. Конечно, это мало, но в любом случае вас сегодня посмотрит такое количество людей, что на утро вы точно проснетесь знаменитым. Спасибо. Спасибо. Сегодня нам осталось посмотреть выступление всего одного конкурсанта. И часто бывает так, что именно участник номер 8 полностью меняет расклад в тройке лидеров. Лидеры об этом знают. Волнуются ли они? Давайте спросим у них. Начнем с Марии. Я просто хочу пожелать следующему участнику хорошего выступления, а дальше будет что-то будет. Ну, а что тебе нервничать? Тебе 14 лет. У тебя этих конкурсов еще будет, знаешь, сколько? Ксения. Ну, если что, вы готовы к дуэли? Я сейчас задумываюсь о том, что здесь поднималась тема справедливости и честности по поводу фальшивых нот. Я не хочу говорить о том, что я здесь сижу по ошибке, я считаю, что я заслуженно здесь сижу, но я осмелюсь предложить на мое место поставить другого участника. Я считаю, что это будет честно. Возможно, у меня был не очень хороший день, и я где-то наваляла, где-то, ну, не так спела, но вот давайте, если справедливо и честно, то я бы хотела предложить такое. Нет, подожди, подожди. Это рушит все правила. Никогда никому не уступай свое место! Ты пришла для того, чтобы побеждать. Это твой шанс. У каждого судьба разная. Кто-то выступает хорошо, кто-то плохо, кто-то прекрасно поет, кто-то не очень, но вы сегодня в тройке лидеров. Это твое место. И самое главное, что ты была великолепна, и ты прекрасно пела. Послушай, пожалуйста, меня. Я вообще не понимаю, почему ты все на себя-то взяла. Да. Это очень, конечно, благородно, то, что ты сейчас делаешь, но это абсолютно не нужно делать, потому что ты абсолютно заслуженно сидишь сейчас в тройке лидеров. И ты с самого первого номера сидишь, собственно, да? Это, наоборот, показатель того, что ты все сделала правильно. Так что соберись, потому что слезы мешают петь. Мы все это знаем. Все хорошо. Готовимся к батлу. Лидочка, а если следующий участник наберет 100 или 99 баллов, ты готова батлиться? Да, я жду этого. А, ты хочешь нам что-то еще раз спеть? Конечно. Вот видишь, какой настрой. Смотри, какие сегодня признания, Сереж, из тройки лидеров. Невероятно. Да. Итак, дорогие лидеры, участник, способный вмешаться в борьбу за места в полуфинале, уже выходит на сцену. Мы продолжаем, и самый волнительный момент. Я все-таки полагаю, десерт будет сегодня, да? Сейчас вот мы ждем. Я хочу на 100. Услышать хочу 100. Здравствуйте. Меня зовут Саида Акарба. Мне 27 лет. Я из Абхазии, город Сухум. Мне было 13, когда я впервые услышала, как во дворе пели две девочки с Валеритой и Софией. На самом деле, я не знаю, где они, я долгое время их искала, но если вдруг они смотрят меня, свяжитесь со мной, пожалуйста, я хочу вас найти. Я услышала их, мне понравилось, и я решила заниматься музыкой. Я сначала начала петь дома, вся моя семья изначально была против того, что я пою. После уже они смирились, когда поняли, что я не могу без музыки. Сейчас вообще то, что я здесь, это огромный сюрприз для моей семьи, для моих друзей, потому что никто не знает о том, что я участвую в этом проекте. И сейчас будет меня смотреть мама, и мама в шоке, я знаю. Вот, 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 вот десерт, десерт выходит, товарищи. Эта участница может все поменять, и? Ну, сейчас, наверное, академический вокал будет. Здравствуйте, меня зовут Саида Агрба, я из Абхазии, город Сухум. Я немного волнуюсь, так как год не выходил на сцену, сейчас я здесь. Вот, поддержите меня, пожалуйста. Не волнуйтесь, не волнуйтесь, я посол доброй воли Абхазии. Посылаю вам свою любовь. Я родился в Сухуме, я должен ее поддержать. Должен. Ну, если она споет. Я хочу, чтобы у нее все получилось, бедняжка, успокойся. Ну, давай, Саида, удачи. Саида Абхазии 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 Кажется, да, как мурашка. Слушай, она как-то выворачивает прям все. Прям всех, да, волны воды? Да. Слушай, она как-то выворачивает прям все. Ну, я отдельно аплодирую вам, потому что для меня абхазия отдельная часть моем сердце и хочу сказать что конечно было видно как вы безумно нервничали самом начале потому что концу когда вы уже распелись и вот этот финальный почти финальное предложение которое вы допели вот в этом есть вся красота вашего голоса такие моменты когда выходит последний участник и полностью рушит все что было до этого у нас уже меняется тройка лидеров но прежде чем это произойдет давайте поговорим с экспертами вот со мной стоит победительница третьего сезона нашего грандиозного шоу ну-ка все вместе сузана мелконян сузаночка ты помнишь как ты рвала эту сцену это было просто незабываемо ты сегодня здесь среди наших почетных экспертов скажи пожалуйста что тебя заставило подняться можно вас обнять конечно можно добрый вечер всем добрый вечер моя любимая сотня я так рада видеть вас все конечно же я понимаю как это сложно быть последней участницей я я так понимаю вас я понимаю что песня она сама очень сложная у вас прекрасный голос у вас прекрасная внешность я поздравляю вас потому что быть среди нас и сотня она огромная любовь я поздравляю вас и желаю чтобы вы были гораздо сильнее и увереннее в себя спасибо я вас очень люблю спасибо театра оперы балета станиславского и неровича данченко лучший отелла последних лет николай ерохин николай заида здравствуйте по поводу волнения вы знаете волнуйтесь это помогает это дает жизнь а вот по поводу голоса хочу вам сказать что вы филигранны мастерски его использовали вы начали очень затаённо ну а потом уже конечно раскрыли все свои козыри и очень здорово я услышал претендента на победу я за вас спасибо николай женичка отрадная боже мой сколько лет сколько зим саида я так была счастлива окунуться в эти потоки меня наполнила просто эта энергия я не могла не отдать свой голос когда ты чувствуешь себя вот когда тебя подхватывает чужая вот эта энергетика эта река и это такое счастье раствориться вместе с вами в этом прекрасном лучезарном голосе спасибо вам большое за это спасибо вам женщка а передай микрофон направо саида вы прекрасно прежде чем вы начали петь я уже сам себе сказал что я встану потому что я родился в сухуме и когда вы сказали что вы оттуда что ну я по-любому подержу и встану но когда вы запели у меня уже не оставалось выхода отсюда подсказывают женись хочется пожелать творческих успехов удачи в батле не нервничать жизнь одна не нужно нервничать заключительное слово нашему лидеру сергею лазареву саида ну так много хорошего было сказано ваш адрес абсолютно заслуженно мне показалось только что неправильно выбрана песня просто потому что она была ниже оригинальной тональности она была под корректирована под ваш голос возможно именно это не позволило набрать 100 баллов это вы в этой тональности шикарно спели я говорю по поводу того что чего возможно не хватило остальным мне хватило всего я все услышал все понял мне кажется что господин биль придержал оценку потому что на первом месте сидит его бывшая ученица ничего не правда мне правда меня показалось последние два участника которые выходили на сцене даже вам 3 вы не встаете на этих участников после того как спела ваша бывшая ученица мне кажется что это это лишь лишь мое предположение но тем не менее саида прекрасное блестящее выступление жду не дождусь вашего баттла спасибо большое серёжа но эта свинка понимает я на девочку на белорусскую встал сразу первым стал серёжа зачем такие вещи говорите давайте тогда я хочу все-таки услышать ответное слово почему нет я сказал что мне показалось я не утверждал а я хочу услышать почему тогда мне понравилась эта девушка замечательная девушка но я согласен с тем что опустив на два тона это произведение произведение теряет тут анализ которыми оно было написано и не дает возможности не дает возможность успеть то пиано которая была в начале так же проникновенно как она была написана и получается достаточно грубое звучание не то какое было заложено авторами в это произведение мне очень нравится эта девушка и вы меня сейчас оскорбили. Сережа, я тебя люблю, твоего детства. Прости. Я ни в коем случае не пытался оскорбить, а наоборот, зато я услышал ваше мнение, потому что Коля уже завершал, понимаете? Ну что ж, дорогие друзья, я хочу вас всех обрадовать. Такой необычный выпуск. Я прошу Саиду занять второе место в тройке лидеров, а мы прощаемся с нашей прекрасной юной Марии Ермаковой. Мария, спасибо огромное. У вас все впереди. 14 лет это почти что ничего. Все сегодняшние претенденты на полуфинал выступили. Вот имена лучших. Лиля Вельхман, Саида Агрба и Ксения Буга. Двое из них попадут в полуфинал самого невероятного вокального шоу. Ну-ка все вместе. А сейчас битва титанов. Да, сложная ситуация. Все девочки яркие, талантливые. Ну тогда, значит, это интересное лучшее зрелище. Мне кажется, такой нервяк у них, конечно, бедные. Только двое участников сегодняшнего выпуска смогут выступить в полуфиналах. Имя одного из них мы уже знаем. Потому что первая позиция в тройке лидеров автоматически выводит вокалистов в следующий тур. Сегодня эту позицию занимает Лилия Вельтман. Лилечка поздравляет всего сердца. А вот название второго полуфиналиста у нас сразу два претендента. Определить лучшего нам поможет дуэль между вторым и третьим местом. Предыдущие результаты наших участников исчезают. Потому что сейчас им предстоит еще раз сразиться за голоса экспертов. Осталось одно место в полуфинале. И битва за него начинается прямо сейчас. По нашим правилам первой свой хит исполнит обладательница третьего места. Ксения Буга! Прошу вас. Я, честно, буду болеть за нее. Все прекрасно. Да! Давай! Я реально за нее болею. Она очень харизматичная. Главное, что она морально не сдалась. Не сдаваться. Кума, соберись. Она сможет. Конечно. Балашиха. После слез. Хорошая начало, да? Давай, девчонок! На двоих диванах сходим с ума мы. Блин! Мы как две мадамы после лирваны. Мы так летали, что не заметит твою мать. И она сказала, что я просто... мама, люба, давай, 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 давай. Наша, наша кроватка делала щик-щик Я твое пианино, а ты мой настройщик Мы так не знали, что не заметили твою мать И что она сказала, и она сказала Что я просто классная девчонка Мама любит тебя Мама любит тебя Мама-люба, давай! Давай time! Давай, давай! Мама, мама,... Все г Уподни так! Ксюша, Ксюша, давай, 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 45 голосов, ну ничего, так. Ты сделала все, что могла, сделала это неплохо, а теперь уступи сцену Саиде. Саида, чтобы пройти в полуфинал лучшего вокального проекта, ну-ка, всем вместе, вам достаточно набрать 46 голосов. А у вас можно обниматься? Конечно. А то я в одной республике обнялся, мне говорили женить. Дыхание, помните, да, набрали все и сразу... Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Тут без вариантов. Да ладно! Давай, с Богом, девчонки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Она разорвёт сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok О, вот сейчас пошёл! Субтитры создавал DimaTorzok Кто? Кто этот человек? Кто эти люди? Субтитры создавал DimaTorzok Да, не сделаем сотку! Как так можно? Субтитры создавал DimaTorzok Что это, ну честно, по честноку, вот это выступление для меня было гораздо сильнее, чем на отборочном. Поэтому вы просто вырвали победу. И для меня это 100. АПЛОДИСМЕНТЫ Но обещайте нам, пожалуйста, Саида, что на полуфинале будет не Селин Дион. Хорошо? Хорошо. Давайте что-нибудь для разнообразия. Да, ладно, Фабиан, вас устроит. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, Саида Агарба набирает 98 голосов и становится нашей второй полуфиналисткой. Я приглашаю первую полуфиналистку под ваши бурные аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ К сожалению, мы аплодируем и прощаемся с Ксенией. Спасибо огромное, Ксения. АПЛОДИСМЕНТЫ Полуфиналисты рядом со мной. Осталось только дождаться лидера сотни. Сергей, я приглашаю тебя на сцену. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, лидер сотни Сергей Лазарев снизошел до нас, до обычной сцены конкурсантов. По-моему, блестяще получилось. Сегодня были интриги, споры, скандалы и, самое главное, блестящие вокалисты. Спасибо вам за работу, вы прекрасцы. АПЛОДИСМЕНТЫ Через неделю за два места в полуфиналах будут бороться еще восемь отличных исполнителей. Присоединяйтесь и вы, а мы с Сергеем будем ждать вас здесь, на самом масштабном народном вокальном проекте. Ну-ка все вместе! ПЕСНЯ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...